Значит, смотри, теперь Беларусь давай серьёзно обсудим, потому что я знаю твой скепсис в отношении всего, что там происходит. Но, тем не менее, Беларусь готовится до войны против Украины. Это генштаб украинский, об этом заявляет Алексей Громов. Представите, генштаб, видимо, с этим выступал. При каждом украинской областях створит тероборона, продолжена заборона. Ну, в общем, да. Значит, как ты полагаешь, в каком состоянии, тем более, что об этом упоминал и заложный. Значит, ближе мы к атаке со стороны Беларуси, причём не обязательно белорусских войск, но либо это перспектива, то отдаляется, то приближается. Что происходит сейчас? В разведке, в аналитике есть две самостоятельные дисциплины. Разделять их начали после войны Судного дня, 1973 года, когда Египет внезапно напал на Израиль. Хотя об этой внезапности Израиль знал заранее. Почему они промахнулись? Те же люди, которые шесть лет до этого, ровно те же, шесть лет до этого верно оценили намерения Египетской-сирийской стороны и провели... Шестидневную войну. Наступление, шестидневную войну, всех победили, разгромили тогда. А тут сами выгребли и поставили само существование. Правильно, на волосок повисло. Дар был страшнейший. Хотя, если бы нанесли упреждающие, то могла бы повлиться шестидневно. Потому что есть разница в оценке возможностей и оценке намерений. Это очень разные вещи. Так вот, с оценкой возможностей у всех разведок мира более-менее одинаково. У кого-то лучше, у кого-то хуже. А вот с оценкой намерений, потому что это не аналитическая категория, субъективно, очень-очень большие проблемы. Ты же адвокат, ты знаешь, что такое субъективная сторона преступления, как ее устанавливать, да? Это сложно. Мотив, умысел. Да, вот то же самое здесь. И, конечно же, конечно же, они пытаются создать возможности Беларуси. Конечно, для них бы было выгодно напасть в территории Беларуси и втянуть белорусский вооруженный сил или белорусскую армию, пограничников кого угодно, спецслужбы в войну. Непосредственно в боевые действия против Украины. Когда они целятся в нас и стреляют в нас, а мы стреляем в них. Конечно же, они этот самый. Но белорусское руководство нынешнее в лице Александра Лукашенко, насколько я вижу, очень активно сопротивляет этим планам. Делает все, чтобы этого не произошло. Делает оно по привычной схеме. Оно интригует на международной арене, пытаясь перебалансировать влияние России китайским, европейским, натовским и так далее. В очень серьезных переговорах находятся. А во-вторых, это с одной стороны. С другой стороны, они проводят меры, которые как собаку поздно бросаются путинскому давлению. И говорится примерно так. Ты же видишь, я вот обучение, внезапную проверку готовности. Ты же видишь, я там бригаду отправил на границу с Украиной. Ты же видишь, я там ополчение народное создаю. Ты видишь перекличка. Ты видишь, я вырываю противотанковое. Нашим наблюдателям-алармистам, к ним, безусловно, не относятся и генерал Громов, который профессионал. Кажется, что вот не сегодня, а завтра Беларусь навалится. Дошло до того, что сегодня какой-то героический человек опубликовал, что завтра нападение из Беларуси. Но и здесь ситуация точно такая же, ровно с этими двумя тысячами резервов. Они хотели бы напасть, российские войска, они хотели бы втянуть Беларусь. Они хотели бы создать угрозу Киева, возможно, с двух направлений. Из белорусского, там, из Брянского, например. Но хотеть и мочь, это очень две разные категории. Поэтому до мочи им еще очень далеко. Там нет группировки, но ее создание полтора-два месяца, даже если завтра начнут ее создавать предельно ускоренными темпами. Это раз. Во-вторых, само создание этой группировки, это только создание возможностей. А использование ее как намерения, это тоже еще один большой знак вопроса. Особенно потому, что мы не знаем, что будет происходить на юге и на востоке. И как бы срочно не пришлось войска туда перебрасывать, например. И так далее. Поэтому давайте разделять. Хотелки. Создание возможностей. И после создания возможностей использование. Во время всей этой длинной-длинной процедуры причинно-следственной связи может произойти очень много дополнительных факторов. Поэтому еще раз. Непосредственной угрозы с Беларусью сейчас нет. Даже от российских войск. Угрозы втягивания белорусских войск существуют теоретически. Пока практически ее не видно. Провокации? Да, возможно. Но как мы видим, даже пока обстрелов из Беларуси не допускает Лукашенко. Белорусские военные воевать не хотят. Белорусское общество не хочет быть втянутым в войну. Они откровенно собориентируют все это. Вот так же, как сам Лукашенко. Обстановка меняется быстро. Факторы, которые могут сработать на востоке и на юге, могут изменить планы в отношении Белоруссии и Киева. Заставить войска перебрасывать туда. Отказаться от этих планов и так далее. Но даже после создания группировки. И это еще не означает ее использование. Потому что существуют и внешнеполитические факторы. И факторы давления. Мы не будем сидеть просто так на это смотреть. Мы активно готовимся. Интригуем, маневрируем силами и так далее. Поэтому, переводя на очень простой язык. Бабка, она двое сказала. Угроза есть. Генштаб ее оценивает абсолютно верно. Он говорит, угроза есть. Намерение есть. Но до перехода ее в материальное еще некоторое время есть. И даже после создания материальной возможности. Оценка намерений. Это еще вопрос. А не понадобятся ли все эти войска срочно где-нибудь на юге или на востоке. Например. Так что пока так. Когда эта угроза начнет приобретать реальное значение, никто не промолчит. Ни высшее военно-политическое руководство, ни генеральный штаб, ни я. Никто не промолчит. Скажем, да, угроза теперь стала реальной. Принимаем такие-то меры и так далее. Между прочим, меры принимать будем не тогда. Меры сейчас очень активно применяются. Вы можете посмотреть на, например, какие усилия предпринимает глава военно-гражданской администрации Киева, генерал Сергей Попков. Он бывший командующий с хрупными войсками, профессионал экстракласса. И он принимает экстраординарные меры по защите Киева. Например. Возможно. От будущих возможных угроз. То есть никто не сидит с лажерой. И не он один. По всей белорусской границе соответствующие меры применяются. Там Чернигово, Сума и прочее, прочее, прочее. Все работают в свою работу. Мы десятый месяц войны, скоро уже будет. Все все понимают. Все все мы научили. Действуют планово. А партия никогда не будет больше таким сильным, как он был у нас по состоянию на июнь этого года. Я говорил это и буду повторять. Если изменится, то я скажу другое. Но пока это так. Даже с этими двумяста тысячами человек. Субтитры сделал DimaTorzok